Зарплаты и пенсии в Молдове будут выплачиваться в срок, но финансирование других национальных проектов под вопросом. Об этом заявил вице-председатель парламента Влад Бетрынча по итогам заседания правящей коалиции. Депутат пояснил, что руководство страны перестраховалось и в срочном порядке промульгировало ряд бюджетно-налоговых законов, чтобы они успели вступить в силу до того, как оппозиция в целях политического пиара попытается их оспорить, как это было с соглашением о российском кредите. Средства для выплат социальных заработных плат, пенсии существуют. И самое главное, что люди, напрямую простые граждане в этом плане бюджетники, пенсионеры не пострадают. Но, конечно же, мы должны понимать, что образовалась дыра, потому что мы в результате ратификации парламента российского кредита сразу же парламент рассмотрел поправки изменения в бюджет. Вот, был изменен бюджет и были проголосованы, утверждены определенные расходы. Кредитное соглашение хоть и приостановлено Конституционным судом, но 200 миллионов евро, которые Молдова должна была получить от России на выгодных условиях, уже включены в статьи расхода госбюджета. Бетрынча объяснил, на что должны были пойти эти средства. В случае, если российских денег не поступят, в случае, если Конституционный суд и наши правые партии заблокируют эти денежные средства, в этом случае серьезно пострадают инвестиции в инфраструктуру. В первую очередь дорожное строительство. Республика Молдова просто будет вынуждена отказаться от большинства тех проектов, которые были предусмотрены в дорожном строительстве. Прежде всего, речь идет о тех средствах, которые должны были получить при Марии. Это минимум миллион леев каждое при Марии. Также солидную сумму недополучит система здравоохранения, отметил Бетрынча. Из этих средств были запланированы дополнительные инвестиции более миллиарда леев. И речь идет о существенном сокращении инвестиций в медицину. Это тоже те средства, которые должны были большей частью быть из российского кредита. Третье – это пострадают экономические агенты, потому что были запланированы и утверждены парламентом меры по поддержке бизнеса. Это и меры, и налоговые послабления, и многие те вещи, которые помогают сегодня экономическим агентам выплачивать заработные платы. Влад Бетрынча призвал оппозицию отказаться от политических игр, учитывая, что в стране действует режим ЧП в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Депутатам правых партий вице-спикер предложил не саботировать поиск дополнительных источников финансирования, а наоборот – поддержать усилия властей. Я хочу отметить еще раз, что это кредит на очень выгодных условиях, где практически эти 2%, которые по этому кредиту прописаны, они лишь в лучшем случае покроют инфляцию для той стороны, которая предоставляет эти средства Молдовы. Еще раз говорю, в период кризиса, когда никто не знает, что нас ждет. И в этот момент, посмотрите, какая истерика. Просто тоже кредит из России. Ничего там такого существенного, никаких нарушений в аккорде, в соглашении фактически нет.